Ладно, поехали. Короче, игрушка чисто текстовая. Может быть будет интересно, а может быть и нет, но посмотрим. На самом деле. Вроде запустилось все. Вроде запустилось. Итак, перед вами текстовая игра о работе следователя. Отдельные материалы взяты из книг по криминалистике и судебных архивов. Некоторые события основаны на реальных. В игре встречаются медицинские описания травм, протоколы осмотра трупов, натуралистичное описание насилия и убийств. Поэтому игра не предназначена для впечатлительных людей и детей. Ну, что же делать? Мне больше 18 лет, и я не боюсь. Допустим. Так, что тут у нас значит? Обучение, первый день, смертное кладбище, охотно на оборотня и об игре. Об игре. Тут фамилии, тут все понятно. Надо escape нажимать, не надо escape нажимать, продолжить игру. Назад. Обучение. Базовые сведения по криминалистике и ведению следствия. Начать. Первый день. 54 год. Ваш первый день на дежурстве. Первое дело. Попойка на природе, переросшая в драку и убийство. Начать. Смерть на кладбище. 62 год. На кладбище найден труп женщины, которая как будто сбежала от кого-то. Расследование приведет вас к еще одному страшному преступлению. Начать. Охота на оборотня. 69 год. Дело, начавшееся с подозрительного самоубийства, приведет вас к самому опасному и самому важному преступнику за всю вашу карьеру следователя. То есть открываются, видимо, дела в любом порядке, но лучше пройти обучение, я думаю, да? Наверное, да. Поэтому попробуем. Так, кабинет. Телефон у нас там, дело какое-то лежит. Закрытое. Верно. Дело. Учебные материалы. Люди. Места. Предметы зацепки. Учебные материалы. Основы. Управление. У вас в руках папка «Сделан». В ней содержатся все материалы вашего расследования. Новые документы добавляются в дело в ходе следствия. Для удобства дело разбито на разделы. В обучении в деле всего один раздел. Учебные материалы. Сейчас вы читаете первую из пяти страниц документа. Основа управления. Б-б-б-б-б. Тут вроде все понятно. Вторая страница. Большинство документов. Текст разбит на смысловые блоки. Если подвести указатель мыши, он будет подсвечен синим. И нажать на него. Ага. Тут появляются мысли вашего персонажа о прочитанном. Идите к следующей странице. Окей. То есть еще и мысли с бочку будут. Допустим. Некоторые блоки текста содержат важные сведения. Фамилии, адреса, зацепки по делу. При нажатии на такой блок текста данные будут перенесены в блокнот. Говорят, что главное оружие следователя это голова и авторучка. Окей. Попробуйте переписать в блокнот номер автотранспортного средства 1908 ГОА. Переписался. Вижу. Вот он. Государственный регистрационный номер Горьковской области. Окей. Основа управления 4 из 5. Записи в блокноте используются двумя способами. Чтобы вспомнить информацию, дважды нажмите на нее в блокноте. То есть это будет типа подсказки. Окей. Для того, чтобы заполнить пропуск в документе, нажмите один раз на заметку, а затем на пропуск. Попробуйте вписать номер из блокнота вот сюда. Пробую. Значит нажимаем. Нет, нужно видимо один раз нажать и второй раз сюда. Да. Вот он вписался. Окей. Перейдите к следующей странице. Так. Кроме внимательного чтения документов, следователь выписывает множество постановлений и дает распоряжение следственной группе. На осмотр места происшествия, допрос или опознание, на проведение экспертизы и многое другое. Давайте попробуем совершить первое оперативное мероприятие. Напишем запрос в архив уголовных дел по номеру машины. Для этого нужно выйти в кабинет, выбрать действие мероприятия, навести справки, запросить архив уголовных дел. Пока вроде все понятно. Оглавление, кабинет, действие мероприятия, навести справки, запросить архив уголовных дел. Берем ГОА, номер, подставили, подписать. Ага. То есть типа оно сразу ушло и отработано, да? Учебные материалы, основа управления, ответ из архива. Так, ответ из архива. В ответ на ваш запрос по регистрационному номеру ГОА, сообщаем, что в архиве не обнаружено уголовных дел, связанных с этим номером. Вроде все понятно. Так, дальше. Задача еще три страницы обучения, да? Бывает. Так, подвинуть окошко, что-то оно мне не нравится совершенно. Как-то все. Все странно. Ну, допустим. Ну, допустим. А может вот так? Вот так лучше сделать. Ну, допустим, вот так. Так, задача следователя – производство предварительного следствия. Это стадия уголовного процесса, в ходе которой ощущается собирание и проверка следователем доказательств по всем обстоятельствам, имеющим значение для правильного разрешения дела. Только от вас зависит, будет ли установлена истина и понесет ли виновный заслуженное наказание. Чувак тоже явно работал где-то в знакомом с терминологией, да? Хорошо. В следствии вам помогают многочисленные эксперты. Ла-ла-ла. Чтобы работать следователем, вам нужно разобраться во множестве нюансов следственных действий и оперативных мероприятий. Господи. Понять, чем опрос отличается от допроса, осмотр от обыска, а опознание от освидетельствования. Ну, я вроде и так понимаю, чем все это одно от другого отличается. Ну, допустим. Кроме этого, вам потребуется разобраться в разновидностях экспертизы, какую информацию можно получить, проведя ту или иную экспертизу. Ну, вот это да, с этим наверняка проблема. Хорошо. Ваше обучение закончено. Вы готовы к своему первому делу в роли следователя-практиканта. Выйдите в кабинет, нажмите «Закончить дело». Окей. Идем, нажимаем «Закончить дело». Так, базовые сведения по криминалистике, лучший результат 100%, дело закрыто. Окей. Первый день. Погнали с первого дела. Прям, что тут? Взять-четвертый год. Первый день на дежурстве, попойка на природе, переросшую в драку и убийство. Погнали. Разбираться во всем этом веселье. Так, кабинет. Начальство. Идем к начальству. Ооо, ну, три звезды. Алексей Михайлович Иволгин. Ваш новый руководитель. Внимательно разглядывает ваш через стекла очков. Значит, в армии отслужил, а потом еще и юридически с отличием. Чёж сразу не пошел учиться. Так, выборы. Так сложилось или в армию я тебя заправил сам военный? Сам военный в армию, конечно, всё. А чё в военное училище не захотел? Какая-то разница, господи. Ну, я мечтал следователем работать. Хорошо. Нам такие нужны, чтобы глаза горели. Только учти, что в жизни всё совсем не как в кино. Мы тут за преступниками, с пистолетами не бегаем. Блин, тут не хватает актерского мастерства изображать старого, умудренного опытом, блин, генерала милиции. Я не знаю, какого-то мультигенерала. Господи, три звезды. Это же генерал там полковник, но нет. Генерал-лейтенант. Одна звезда. Хорошо. Генерал. Две звезды. Генерал, возможно... Там же у них перепутаны. Генерал-майор, генерал-полковник. Ну, короче, это, блин, до хрена чё-то. Вот я к чему. Хорошо. Значит, к бумажкам институте привык. Допустим. Вот и хорошо. У нас есть набор бланков. Тру-ту-ту. Читая бланки. Спасибо, прочту. Потом почитаешь. У нас только как раз убийство. По коням. Группа полчаса назад выехала. Успеешь догнать. Тебе будет полезно. Решите идти. Иди. Он расскажет, как добраться до места происшествия. Так точно. Всё, погнали. То есть, никуда мы не едем. Мы сидим, занимаемся, видимо, кабинетными делами. У нас же текстовая игра, в конце концов. Так, дело. Оперативные данные. Протоколы по делу. До хрена их чё-то. Досье. Сразу в досье зайдём. В досье ничего нет. В экспертизах, думаю, ничего нет. Оперативные данные. Сообщение оперативного дежурного. 8 августа 1954 года в 9.15 оперативным дежурным получено сообщение от гражданина Воронцова Виталия Сергеевича о том, что на берегу реки Элинда, поблизости от деревни Рекшина, совершено убийство. Окей. Дежурка принимает все сообщения от населения, в том числе по телефону 02. Допустим. Воронцов ВС сообщил от убийства. Так, у нас добавилась первая запись Воронцов. Коилл. Моё первое дело сразу убийство. То есть добавилось человек, заявитель Воронцов и деревня Рекшина, да? Окей. Больше ничего тут не тыкается, я так понимаю. Коилл. Возвращаемся к оглавлению. Появилось досье. Воронцов Виталий Сергеевич. Так, 30-го года рождения. Это 54-й год, ему 24 года, да? Ну, какой. Странную фотку они выбрали, конечно, что-то он... Ну, это же еще такая фотография. Ладно, протоколы по делу. Протокол ОМП Берег реки Элинда. ОМП это что, какая-то ОМП? Оружие массового поражения? Не знаю, узнаем потом как-нибудь. Погнали. А, 6 страниц в протоколе. Хорошо. Город Горький, 8-й год, 24-го года. Осмотр производился в дневное время в условиях солнечной погоды при естественном освещении. Допустим. Место происшествия представляет участок Левого Береги. Зачем это все? Проход к месту происшествия считается оживленным. Зачем это? Местом осмотра является песчаный пляж и сосновый бор на берегу реки. Красиво было, отдыхали бы, вместо этого такое. Ну, допустим. На возвышенности в 20 метрах от реки под соснами установлена трехместная туристическая палатка из темно-зеленого брезента. Рядом с палаткой под тентом лежат два туристических рюкзака, спортивная сумка, сумка с рыбноломными снастями. Внутри палатки оборудовано два спальных места. А, палатка трехместная. Ладно. Перед палаткой прогоревшая кострища, рядом с которым разбросаны. Двоеточие. Так, потыкаем сначала. Нужно перелеснуть спани, чтобы узнать. Теплые ночи можно и днем спать. Даже не распаковали снасти. А как он это определил? Спортивная сумка с рыболовными снастями. Может, они их убрали обратно? Рыбачили? Да убрали. Так, вероятные жертвы, возможный преступник проходили по этой дороге. Железнодорожная платформа Рекшена. Ну, хорошо. Допустим. Так. На чем мы остановились? Перед палаткой разбросаны. Возле прогоревшего кострища. Три грязные миски, четыре ложки, граненый стеклянный стакан, две алюминиевые кружки, одна белая эмалированная кружка, две пустые консервные банки, котелок с засохшей гречневой кашей, три пустых бутылки водки. Следы застолья. Думает наш следователь. То есть я. Рядом с кострищем на подстилке из куртки расположено тело мужчины на вид до 30 лет. То есть покойничек на месте. Это уже хорошо. Мужчина лежит на правом боку, слегка подогнув ноги. Правая рука расположена под головой. Тип спит. Первый труп в настоящем преступлении в месте преступления, которое я видал. Окей. Поза как будто спит. Ну, логично. В мышцах явно выражено коченение, на оконечностях видны трупные пятна. С какой скоростью они появляются, трупные пятна? Через сколько часов? Хотя там жарко, если это август, то в принципе норм. На лице мужчины множество ссадин и кровоподтеков. Ссадины на костяшках кулаков. И подрался. Следы драки. Хорошо. Мужчина одет в хлопчатобумажные темные штаны, сапоги и серый шерстяной свитер. КБ темные, сапоги и серый свитер. На волосах, штанах и свитере многочисленные следы пыли и песка. На момент осмотра рядом с убитым находились трое его друзей. Так, значит у нас, итого, палатка возле речки, под горьким, возле деревни Рекшина. Возле палатки у нас, значит, кострище, следы застолья и труп. Типа спящий, но дравшийся. Одет, значит, в серые штаны и серый свитер. Темные штаны, серый свитер. И у него трое друзей рядом. Видимо живых. Да? Да. Так, Тимофето потыкаем. И свидетели, и подозреваемые. Выглядел он сильно грязным. Если бы они были с правой стороны, то есть он умер в той же позе, что лежал. Таким образом это стало понятно. Они были с правой стороны. А, трупные пятна. С правой стороны. Для меня это не очевидно. С какой стороны должны быть трупные пятна, чтобы определить по ним. Ну, возможно. Хорошо. Все, идем дальше. Тимофей Ильинич Трофимов. Одет в брюки и фланелевую рубаху. Обут в сапоги. Так, у нас добавился еще один пассажир. Этот из них самый здоровый. Так, хорошо. Мы еще не знаем, покойничка, как звали. Воронцов у нас заявитель. Трофимов только что добавился. Левый рукав. Рубашки. Разорван. На вороте не хватает двух пуговиц. На лице имеет ссадины и гематомы. На руках ссадины. Рубашка была изъята, как вещественное доказательство. И упаковано сверток, который был опечатан и скреплен подписью следователя и понятых. Уже понятых успели позвать. Явные следы драки. Логично. Так. Нас учили, что на одежде почти всегда остаются следы. Добавился предмет рубашка. В предметы. Так, следующий. Игорь Денисович Стрелков. Одет в военные камуфляжные штаны и куртку. Обут в сапоги. Видимых следов борьбы на теле и одежде не имеет. Добавился у нас еще один товарищ. Из них он выглядел самым угрюмым. Виталий Сергеевич Воронцов. А, Воронцов. Вот и заявитель. Одет в ХБ штаны и олимпийку. Обут в кеды. Видимых следов борьбы на теле и одежде не имеет. Нервный тип, ногу курил. Допустим. Убитый был опознан друзьями, как Авдеев Гавриил Валентинович. Гавриил. Десятими так ткнуть у него надо, да? Добавился Авдеев. Хорошо, когда сразу ясно, кто убит. Да, неплохо. Так, найден мертвым. Один из участников похода. Подозреваемый в убийстве, потому что дрался. Да, у него следы драки. Сообщил заявитель. Подозреваемый главный, потому что дрался, судя по всему, с кем-то. И один из участников. Но подозреваемые все равно все. Правильно. Так. Дальше. В десяти метрах от кострища на песчаном пляже просматриваются беспорядочные следы и углубления от ног, которые невозможно идентифицировать. Поблизости от следов на песке не обнаружено предметов, которые могли послужить оружием. Следы потасовки. Там вокруг ровный песок, ни камней, ни веток, кое-где только слышно. Хорошо. Последняя страница протокола. Рядом со следами на песке обнаружены бурые засохшие капли, похожие на кровь. Капли собраны в бумажный конверт, который был опечатан и скреплен подписью следователей понятых. В полуметре от капель, от капель жидкости, на песке найдена белая пластмассовая пуговица с четырьмя дырками и обрывками белых ниток. Там как-то указывается, что, чувак, не хватает двух пуговиц, да? Рубашка. Изъята как вещественное доказательство у парня. Фланелевая. Цвет не указан, кстати, с рубашкой. Ну, допустим. А, у нас тут приложение есть. Хорошо. В полуметре от капель жидкости на песке найдена белая пластмассовая пуговица с обрывками белых ниток, четырьмя дырками. Пуговица упакована в бумажный конверт. Та-та-та. Следователи поняты. И так было понятно, что пуговица отлетела от рубашки Трофимова, но следователь все равно собрал как улику. У нас добавилась улика пуговицы. Так, следы бурой жидкости у нас добавились, да? То есть у нас есть следы бурой жидкости, рубашка пуговица, трое подозреваемых. Один из них главный, подозреваемый, судя по всему, и покойничек. Хорошо, идем дальше. Приложение к протоколу ОМП. Никак не поясняется по-прежнему ОМП. Ну, видимо, это какая-то группа оперативная. Ну и ладно. Так, план общий. Лес, место осмотра. То есть вот у них излучены реки. Река Линда. Это в Горький, улица 457 километров, площадь Рекшн. То есть деревня, трасса. По тропе спустились к реке, там прибухнули. Понятно. Дальше. План подробный. Палатка, пляж, тело, кострище, место драки, тропа, река. Понятно. Вроде все понятно. Так, мы идем прям по порядку. Протокол допроса Трофимова. Трофимов у нас это подозреваемый, который подрался. Хорошо. Тимоха. Я Трофимов Тимофе Леонидыч, 28-го года рождения. По существу дела могу показать следующее. Вечером 7 августа 1944 года мы в компании Игоря Стрелкова и двух его друзей Гаврила Авдеева и Виталия Воронцова отправились на ночную рыбалку на реку Линда. Мы прибыли на место в районе 17 часов и разбили лагерь на берегу реки. Дожидаясь ночи, мы решили приготовить ужин и выпить. В ходе застолья у меня возник спор с Авдеевым по поводу рыбалки. Авдеев это покойничек. Авдеев начал меня оскорблять и у нас завязалась драка. Стрелков и Воронцов нас разняли, но мы успели совершить несколько взаимных ударов кулаками. Авдеев даже разбил мне нос до крови. После драки я много выпил и ушел в палатку спать. Утром меня разбудил Стрелков и сказал, что ночью Авдеев умер. Стрелков разбудил утром. Просто участник похода. Он не заявлял. Воронцов пошел в деревню вызывать милицию, а мы со Стрелковым остались ждать. Значит, приехали, прибухнули. Эти двое по пьяни подрались. Утром его разбудил чувак, который вот сейчас вот он и рассказывает. Да, Трофимов? 26 лет. Говорит про Авдеева и Воронцова не как о своих друзьях. Мы в компании Игоря Стрелкова и двух его друзей. Логично. Так, прибыли, да? Ничего необычного в рассказе. Из-за такой мелочи такая трагедия. Это может объяснить, драка может объяснить следы бурой жидкости, что нашли местом драки. Очевидно. Так, и, да, хорошо еще не стали скрывать преступления. Ну, да, наверное, может быть. Идем дальше. Протокол допроса Трофимова продолжается. Вопрос. Как получилось, что на вас разорвана одежда? Ответ. В драке Авдеев схватил меня за рукав и дернул за ворот рубахи. Ну, не похоже, что он врет. Ну да, похоже, что норм. Вопрос. Почему одежда убитого в песке? Ответ. При драке я повалил его на землю. Среды на песке в целом соответствуют описанию, но там слишком все намешано. Вопрос. Сколько именно ударов вы нанесли и по каким частям тела? Ответ. Не считал два или три удара, пока мы стояли. Еще несколько, когда он упал, бил в лицо. Видим, очень сильно разозлился. Хорошо. То есть он победил как бы в драке. Трофимов, я так понимаю, да? Вопрос. Вы занимались боксом или борьбой? Ответ. Раньше занимался самбо. В данный момент не занимаюсь. Нет времени. Физически Трофимов очень крепкий. Понятно. Вопрос. В каких отношениях вы состояли с убитым? Ответ. Я школьный друг Игоря Стрелкова, а Авдеева и Воронцова знаю плохо. Они друзья Стрелкова и ранее виделись только на днях рождения Стрелкова. Странно, что Авдеев начал его подначить. То есть Стрелков это у нас, о котором мы еще ничего не знаем. Авдеев, его кореш. Воронцов кореш. А Трофимов подрался. Ну тоже он кореш, то все хорошо. Допустим. Протокол допроса Стрелкова. Вот. О нем поподробнее сейчас узнаем что-то. Я Стрелков Игорь Денисович, 29-го года рождения. По существу дела могу показать следующее. 7-го августа мы с Авдеевым, Воронцовым и Трофимовым отправились в поход с ночевкой. Он даже про рыбалку не говорит, да? Вечером мы поставили палатку на берегу реки Линда, после чего приготовили ужин. Авдеев предложил выпить, все согласились. Он выпил больше всех, начал насмехаться на Трофимова, якобы тот не может отличить одну рыбу от другой. После этого между ними завязалась драка. Вопрос. Опишите подробно, как происходила драка. Ответ. Трофимов взял Авдеева за шиворот, вытащил на песчаный пляж и ударил по лицу. Авдеев порвал рубаху Трофимовой и ударил его по лицу в ответ. У того пошла кровь носом. Они упали на песок, Трофимов оказался сверху и нанес несколько ударов в голову. Потом мы его оттащили вместе с Воронцовым. Так, 25 лет, пацану. Ничего странного. Отправились. Это комментарий. Пока все мирно. Главный инициатор пьянки Авдеев. Ну, как бы вы три бутылки водки, а не три бутылки водки взяли. Что ночный инициатор. Придум, что все три купил. Наверняка скидывались. Что тут, как бы. Так, кровь, самый частый след на месте преступления. Ну, логично. Хорошо, что разняли. Ну, уже без разницы, на самом деле. Потому что, ну, чувак-то, отъехал. Так-то хорошо, они молодцы. Но это уже ничего не решает. Дальше. Господи, три страницы только у Стрелкова. Вопрос. Что произошло после драки? Ответ. Трофимов умылся в реке. Налил почти полную кружку водки. И, выпив ее, сразу ушел спать в палатку. Мы с Воронцовым и Авдеевым сидели у палатки. И допили остатки спиртного. Мы успокаивали Авдеева, который сильно ругался. Затем я пошел в палатку спать. А Воронцов остался с Авдеевым у костра. То есть, ушел Трофимов сразу, подбухнув. Стрелков ушел тоже в палатку. А Воронцов остался. Спокойничком. В будущем. Напомню. Это который побежал заявлять. Вопрос. Как чувствовал себя Авдеев? Ответ. Он просто допивал водку и ругался. На синяки не жаловался. Вопрос. Что было утром? Ответ. Меня разбудил Воронцов и сказал, что Авдеев не дышит. Разбудил Воронцов, который оставался снаружи палатки. Хорошо. Я вышел, проверил пульс, а затем разбудил Трофимова. После этого мы обсудили, что будем делать, и Воронцов пошел в деревню вызывать милицию. Вопрос. В каких отношениях вы были с убитым? Ответ. Мы с ним проживали в одном дворе, как и с Воронцовым. Трофимов мой друг со школы. Трофимов это наш первый, вот этот физически сильный чувак, и он тех двоих не знает, а они с одного двора, просто пацаны, три приятеля. Ага, понятно. Комментарии, мысли от следователя. Все напились. Авдееву не впервые, видимо, такие ситуации. Из-за того, что на синьки не жаловался. Но, может быть, он тоже занимался чем-нибудь, например, боксом. Умеет проверять пульс стрелков, допустим. Так, Воронцов пошел в деревню, стрелков остался в лагере. Ну да, и Трофимов вроде как остался в лагере. И покойничек Авдеев остался. Трофимов компания был близок только со стрелковым. Ну да, он же об этом сказал, что он тех плохо знает. То есть, это все перекрестный, но подтверждается. Хорошо. Так, вопрос. В каких отношениях был убитый с остальными присутствующими в этот вечер? Ответ. Авдеев был сложным человеком. Он часто нарывался на неприятности, но в целом мы все ладили. С Трофимовым они были мало знакомы, раньше виделись, но никогда не спорили. С Воронцовым Авдеев был знаком лучше, они росли вместе и даже работают на одном заводе. Что это за неприятности, на которые нарывался Авдеев? Ну, видимо, это надо узнать поподробнее. Так, у нас остался Воронцов, третий, да, получается. То есть, Трофимова допросили. Это самбист, который подрался. Стрелков, это вот чувак, который залег. А это у нас заявитель. Воронцов. Я Воронцов Виталий Сергеевич, 30-го года рождения, 24 года. По существу дела могу показать следующее. Вечером 7 августа мы в компании Стрелкова Авдеева и Трофимова отправились ночевать на природу с палаткой. Мы приехали на электричке до рекшена, а затем дошли пешком до реки Линды и устроили стоянку. Вечером за ужином мы выпили, и между Авдеевом и Трофимов завязались споры драка. Вопрос. Опишите подробно, как происходила драка. Ответ. Они несколько раз ударили друг друга по лицу, затем Трофимов бросил Авдеева на песок и несколько раз ударил его кулаком. Пока мы со Стрелковым оттаскивали Трофимова, он успел нанести несколько очень сильных ударов в висок, после которых Авдеев прекратил сопротивление. То есть показания в целом сходятся. Как они приехали, что они бухнули, что эти двое подрались. Трофимов с Авдеевым, а Воронцов со Стрелковым оттаскивали. Но при этом было несколько сильных ударов в висок. То есть Воронцов отмечает, да. 24 года. Показания укладывают в общую картину. Рекшина деревня, да я в курсе, вы на плане ее рисовали. Что еще делать четырем мужикам на природе? Бухнули, поспорили и подрались. Блин, вот ты гендерный засранец из прошлого. Удары в висок могут быть опасными. Логично. Так, вопрос. Что было потом? Ответ. Трофимов выпил и ушел в палатку. Опять согласуется. Через час в палатку ушел Стрелков. Мы с Авдеевым решили спать на улице у костра, так как было тепло. Уснули еще где-то через час, допив оставшуюся водку. Вопрос. Что было утром? Ответ. Я встал около восьми утра, умылся и решил снова разжечь костер, чтобы вскипятить воды на чай. Авдеев лежал лицом к костру и мне показалось, что он не дышит. Я разбудил Стрелкова и мы вместе убедились, что Авдеев мертв. Он не дышал и не было пульса. Затем мы разбудили Трофимова и я пошел в деревню и вызвал милицию. Вопрос. В каких отношениях вы состояли с убитым? Ответ. Мы живем в одном дворе вместе, как и со Стрелковым. Дружим с детства. Вопрос. В каких отношениях был убитый с остальными присутствующими в этот вечер? Ответ. Они почему-то не очень ладили с Трофимовым, как будто недолюбливали друг друга. Трофимов и Авдеев. Тут ничего странного нет. Хорошо, что сразу вызвали милицию. Ты уже это думал. Дружная компания. Интересно, почему недолюбливали? Ну, почему-то узнаем. Так, экспертиза. Так, досье. А что у меня почему-то не прочитано, что-то осталось. А, это добавились физиономии. Трофимов, Стрелков и Авдеев. Так, хорошо. Кабинет. То есть дело я все осмотрел, все прочитал. В принципе, вроде все понятно. Да, деревня Лекшина. Четыре фигуранта. Один одного из них минус по нулю. По пьянке. Возле палатки. Рубашка-пуговица. Следы бурыжит. Допустим. Начальство. Так, я вот здесь вот сохранюсь. Сохранить игру. А то я знаю, что здесь я мельком просто смотрел у чувака. Буквально мельком. Там секунд 20. Из-за этого я игрушку зацепил. Он там упоминал, что влияют именно правильные и неправильные вопросы здесь. И я не хочу лажать. То есть, как бы... Я не для этого в игрушку играю. Я вообще не знаю, зачем я играю. Ну, если уж играю, то зачем лажать через квиксейлы? Пройду, если буду где-то сильно лажать. Правильно? Правильно. Зачем нам переигрывание? Еще какие-то сложности. Так. Иволгин предлагает вам присесть и спрашивает. Ну что, прочитал протокол осмотра и допросов? Еще не все прочитал или да? Да, блядь, все прочитал. Сука, как этот... Как будто на работе. Так. Отлично. Вот, держи бланки документов. Они скоро пригодятся. Спасибо. Какая у меня будет задача? Блядь, какой-то надо ему голос, что ли, другой делать. Будешь? Сейчас, секунду. Будешь помогать вести дело? Нет, блядь, какой-то из дупла получилось. Как гоблина копировать? В первую очередь нужно провести экспертизы, чтобы проверить показания свидетелей и обвиняемого. Пока эксперты трудятся, собери досье на всех фигурантов. Да, оперуполномоченный. А, ладно. Я, блядь, пока это имитировал, забыл, блядь, что читал. Хорошо. Как собрать досье? Это оперативное мероприятие. Относится к наведению справок, а не к следственным действиям. Выписывая распоряжение, оперативники разберутся. Выписывать распоряжение нужно на досье. Хорошо. Что делать с рубашкой и пуговицей? Пуговицу отправь на материаловедческую. Блядь, надо запомнить. Материаловедческую. Пусть сравнят с теми, что на рубашке. Рубашку отдай тросологам. Нужно подтверждение, что рубашку порвали в драке. Тросологи и материаловедческая. Пуговица в материаловедческую и рубашку в тросологам. Блядь, дитям мороженое. Пиздец. Что делать со следами крови? Эм. Пока нет результатов биологической экспертизы, для тебя это не кровь, а следы буры жидкости. Привыкай. Блядь. Результаты биологической экспертизы. Хорошо. Как быть с телом? Как и обычно. Как ему может быть обычно этого первое дело? Отправь на вскрытие, на медицинскую экспертизу. Что-то еще нужно сделать? Товарищ, блядь, неизвестно кто. По званию. Нужно провести освидетельствование подозреваемого и провести опрос по рекшену. Зачем так много экспертиз в таком деле? Вроде все и так понятно. Нет, брат. Камрад. Наша задача составить объективную картину преступления. Даже если все понятно и показания сходятся, нужно все подтвердить фактическими доказательствами. Так что работай. Разрешите ей приступить? Нет. Приступай. Как все сделаешь, составь в уме картину преступления и жду на доклад. Хрёхрё, блядь. Ёпрс. Я что-нибудь запомнил? Мне какие-нибудь подсказки будут? План следственных действий. Так. Слава тебе, Господи, что ты все записываешь. Я все записываю. Спасибо мне. Собрать досье на всех четырех фигурантов дела. Провести экспертизу. Провести торсологическую экспертизу. Провести биологическую экспертизу. Провести медэкспертизу трупа. Провести освидетельствование Трофимова. Зачем? Для доказательства участия в драке. Ну, типа, если он главный подозреваемый, и если он кокнул, то есть из-за его ударов Авдеев погиб, то, да, следственно, нужно опросить людей в деревне. Семь пунктов. Может, кто-то что-то видел. Семь, блядь, пунктов. Запомним, что их семь. Хорошо. Так, досье. В досье ничего не происходит. А как это нужно запросить? Твою мать. Кабинет. Действие мероприятия, наверное. Это само дело. И здесь у нас в оперативных данных план следственных действий. Понял. А в действиях и мероприятиях, а здесь на доклад к начальству. После того, как проведем все действия. Так, осмотреть все на осмотр места происшествия. У нас команды не было на место происшествия. Провести обыск. Освидетельствование. Освидетельствование Трофимова нам нужно. Да, нам нужно. Так, шесть дел осталось. Дальше. Собрать показания. Найти опросить свидетелей. По следующему адресу. Деревня Рекшена. Так. Пять дел осталось. Правильно? Хорошо. Провести судебные экспертизы. Значит, у нас на материаловедческую какую-то надо отправить. Блядь. На тросологическую рубашку отправляем, если не ошибаюсь. Так. На тросологическую рубашку отправили рубашку. Осталось четыре. Дело у нас. Биологическая экспертиза ткани и выделения человек. Экспертиза материалов, веществ и изделий. Блядь. Так. Дело. Оперативные данные. Опрос потом почитаем. План следственных действий. Еще раз. Собрать, значит, что у нас сделано. Опрос деревни Рекшена. Да. Освидетельствование. Вроде бы да. Медэкспертиза. Биологическая, тросологическая и просто экспертиза изделий. А зачем вы мне тогда про материаловедческую грузили? Развести судебную экспертизу. Тогда пуговицу отправляем просто сюда. Подписать. Три дела осталось. Какие, блядь? В рубашку я точно отправлял. Да. Уже отправлялся. Баллистическая нет. Биологическая экспертиза тканей и выделений. На медэкспертизу нам нужно. Авдеева отправить. Так, отправили. Два дела осталось. Каких-то, блядь. Ну, допустим, сюда мы кровь отправим. Так. Че осталось? Организовать розыскную деятельность. Объявить розыск. Попросить информатору установить наблюдение. Просмотрю корреспонденцию. Прослушивать телефонные разговоры. Вроде бы нет. Ничего из этого не нужно. Осмотреть доказательства. Место происшествования. Провести освидетельствование. Я отправлял, Трофимов, у нас свидетельствование. Нет? Да, уже проводилось. Все правильно. Нет. Собрать показания. Найти, опросить свидетелей. Отправлял в рекшена. Нопросить причастного к делу. Да, всех вызываем. Блядь. А ты? Он дал тоже показания. То есть нам нужно новые допросы не нужны. Провести опознание. Опознание нам не нужно проводить. Это точно. Навести справки. Собрать досье. Вот. Нам нужно досье ищить. Досье на Воронцова. Досье на Профимова. Подписать. Досье на Жилкова. Авдеева нам нужно досье. И на Авдеева досье. Хорошо. Ёпросите. Если я что-то забыл, мне сейчас начальник напомнит. Судя по всему. Теперь надо со всем этим ознакомиться. Блядь. Рано еще идти, да? Погнали. Хорошо. Допустим. Опрос про рекшена. В результате по домовому обходу в деревне рекшена не обнаружено очевидц. Не всегда везет. Ну, блядь, а что вы хотели? Очевидцев не было. Так. Досье. Посмотрим сначала досье. Досье на Воронцова. Воронцов. Прописан по адресу Гончарова, 1019. Был женат на Воронцовой Зинаиде Артема. В ней в настоящий момент в разводе. Имеет дочь Воронцову Ольгу Витальевну. Проживает с матерью. Образование средне-специальное. Работает слесарем, сборщиком на Горьковском автомобильном заводе. На учете в милиции не состоит. В уголовных делах не фигурировал. Живет на молитвке. Мысли. Редкое дело. Странно, что развелись. Разводов было мало. Реально. В 50-е годы. Там 80 с лишним процентов как бы устойчивый в брак. Активно разводится позже. Машина собирает. Обычный человек. Допустим. Профимов. Профимов Тимофей Леонидович. Прописан. Березовская. Березовская. В городе Лысково родился. Вместе с женой, сыном и дочерью. У него дочь. 54-го. То есть. Прямо этого же. Живет неподалеку от Московского шоссе. Дочь только родилась. Образование средне-специальное. Электрик на масло-жировом комбинате имени Кирова. Обычный человек нету неядец. На учете не состоит. В уголовных делах не фигурировал. Это у нас Трофимов, который самбист. А Воронцов. Это который бегал. Сообщил об убийстве. Стрелков и Авдеев остался. Стрелков это. Который спать пошел. Вроде бы. Стрелков в Горьковской области. Гончарова вместе с женой Стрелковой и сыном Стрелковым. Образование средне-специальное. Работает токарем. На учете в милиции не стоит. Ра-ра-ра. Местный. Семейный. Завод Новая Сормова. На учете Жужужу. В общем ничего как-то не добавилось. У нас по досье по-самому. Авдеев. Досье на Авдеева. Авдеев. 29-го года. Гончарова. Ну понятно, что они все на улице. Гончарова дом 10 видимо. Там все эти с одного двора. Вместе с сестрой. И матерью. Прописан. Не жена. Детей нет. Образование средне-специальное. Сварщик. На газу. Стоит на учете в милиции. За мелкое хулиганство. Неоднократно забирался в отрезвительство. В отрезвитель в уголовных делах не фигурировал. Семью не завел. Пролетарий. А социальная личность похожа. Окей. Экспертиза. Погнали. Так. Биологическое. Пятна. На экспертизу представлены бурые пятна, собранные при рассмотре места. Поставленные вопросы. Являются ли эти пятна пятнами крови? Заключение. Данное вещество является кровью, что подтверждается наличием эритроцитов, обнаруженных путем микроскопии. А что сразу группу крови не взяли? И не определили, чья это кровь? Ну, понятно, что она этих двоих. Так? Чисто. Ну, допустим. Как и ожидалось. Трофимов по носу получил на пляже. Ну, было бы еще очевиднее, если бы была установлена группа крови. 54-й год группа крови точно устанавливала. Освидетельствование Трофимова. Освидетельствование производится в помещении предневного освещения в присутствии врача, травматолога и понятых. Осмотрим установлено, что на области межфалангового сустава указательного правой руки и на складках в области пястных костей не пропущено указательного пальца правой руки. Или это так и напишется. Область межфалангового сустава указательного правой руки. И на складках в области пястных костей указательного среднего и безымянного пальца левой и правой руки имеются повреждения в виде ссадин неровной формы диаметром до 0,8 см. Ну, очевидно. Если дрался, то и ссадин. На лице, в околоушной, жевательной области слева и скуловой области справа обнаружены гематомы, которые могут быть получены от физического воздействия тупым предметом. Нос осматриваемый незначительно поврежден, заметно при пухлости в районе переносицы и запекшиеся следы крови в левом носовом проходе. То есть нос ему разбивали, сам он дрался. Это подтверждено экспертизой. Допустим. Ничего особенного. Типичная картина, когда кто-то бьет кого-то кулаками. Результат драки по носу получил. Все верно. Так, тростологическая экспертиза. Рубашка. На экспертизу представлена зеленая фланелевая рубашка без одной пуговицы с разорванным левым рукавом. Это строфимовая рубашка. Поставленные вопросы. Могли ли повреждения рубашки образоваться при драке, а именно при хватании рубахи впереди стоящим человеком, заворот и рукав. Заключение. Рукав рубашки был разорван по месту истирания ткани, что могло произойти в результате резкого механического воздействия, выраженного в рывке рукава на себя, спереди стоящим человеком. Вопрос был. Могли они образоваться при драке, при хватании рубахи? Ответ. Да, могли. Ясно. Это подтверждает показания. Показания все сходят. Мало ли у них сговор был у этих трех чуваков. Может они сговорились, завалили этого по-тихому, а потом там разложили и имитируют. То есть эти вещи тоже надо исключать, конечно. То есть, а так показания все подтверждают с экспертизой. Ну, это я так, если логически рассуждать, я ни хрена не разбираюсь. Еще бы я был следаком, да, и еще бы играл в следачи. Вообще какая-то шиза запредельная. Заключение по пуговицам. На экспертизу представлена белая пластмассовая пуговица с обрывками белых ниток. Поставлены вопросы. Была ли данная пуговица оторвана от панелевой рубашки, проходящей в качестве улики по делу? Заключение. Представленное жужужу соответствует пуговицам на рубашке. Характер обрыва нитей соответствует оставшимся на рубашке нитям на месте верхней соотсутствующей пуговицей. Пуговица однозначно с этой рубахи. И что драка была именно на пляже. Окей. Суд, медэкспертиза. Покойничек наш. Экспертиза проводилась в помещении морга. Поставлены вопросы. Каковы причины и время наступления смерти? Судебно-медицинский диагноз. Кровоподтек на нижнем веке правого глаза и в правой скуловой области с кровоизлиянием в подлежащие мягкие ткани. Кровоизлияние в мягкие ткани носовой области и области рта справа. Кровоизлияние в мягкие ткани височной области с переходом на теменную область слева. Кровоизлияние под твердую мозговую оболочку слева. Пока я не очень понимаю эти термины. Но в принципе это понятно. Господи, в нем кровоизлияние и кровоподтеки. Мягкие ткани височной области. Чего не понятно. Под твердую мозговую оболочку, это значит, что пробили, видимо. Окей. Судебно-медицинское заключение. Смерть Авдеева наступила в результате черепно-мозговой травмы, выраженной в переломе костей черепа, кровоизлияние под оболочкой головного мозга, сушилами головного мозга и повреждением тканей мозга, осколками костей черепа. То есть ему развалили череп, пробили. Выжеперечисленные телесные повреждения, могли возникнуть от действия тупого твердого предмета прямоугольной формы размером 6 на 2 сантиметра, что доказывается формой разлома черепа и сссадинами на коже волосяной части головы в районе левого виска. То есть ему ударили прямоугольной формы предметом в висок. Это не от кулака. Ну, разбить череп, наверное, кулаками можно, если физически сильный человек, да? Вот. Тем более в висок бить. Но тут то-то другое. Смерть наступила в течение нескольких минут. А! Смерть наступила в течение нескольких минут после получения повреждений. В промежутке между вечером 7 и утром 8. То есть промежуток большой, это все можно было за ночь оформить. Но убили его, то есть ему нанесли удар, и он почти сразу отъехал. Это не результат драки. Пробит череп, ударили в левый висок, били, значит, правый. Очень интересно. Да. В течение нескольких минут. То есть вряд ли... Ну, не вряд ли Трофимов, хрен его знает. Может, и Трофимов убил. Но не из-за драки, чувак, откис. Так, что? Все, мы все закончили, да? Мероприятия проведены. Все осмотрено. Нужно сохраниться, потому что сейчас пойдут вопросики от начальства. Нужно быть к этому готовым. Так, Алексей Михайлович Иволгин. Иволгин обложился огромным количеством документов. Он выглядит устарше. Надеюсь, все экспертизы готовы. И вы можете рассказать свою версию. Варианты ответа. Только доложить, что дело продвигается. Не-не-не, готов. Тогда начнем с главного. Как квалифицировать данное происшествие? Так, у нас варианты. Самоубийство. Нет, не самоубийство. Несчастный случай. Нет. Убийство по неосторожности. Нет. Предумышленное убийство. Да. Судя по повреждениям, тут было намерение на убийство. Хотя тут будет решать. Судья. Принята версия. Это предумышленное убийство. С чего все... С чего все началось? Варианты. Возникла ссора и драка между Авдеевым и Воронцовым. Возникла ссора и драка между Авдеевым и Стрелковым. Авдеевым и Трофимовым. Или всеобщая драка между всеми участниками. По-моему, с Трофимовым, да? Блядь, я вот обязан был еще запомнить фамилию. Трофимов побежал в деревню. Нет. Воронцов побежал в деревню. Трофимов дрался. Так. Да. Судя по видимым следам повреждений. Опечатка. И свидетельствия. Может он так и говорил. Не обязательно. Принята версия. Все началось с драки между Авдеевым и Воронцовым. Он был убит в этой драке? Варианты. Значит, не в момент драки. Да. В драке получил повреждение, которое скончался позже. Нет. Не в момент драки. Это другие повреждения. Пока нам плюсики ставят. Я тоже так считаю. Принята версия. Авдеев был убит ночью после драки. Чем же наиболее вероятно он был убит? Варианты ответов. Консервной банкой, камнем, обухом топора, кулаком, ножом, удавкой. Удавкой однозначно нет. Ножом. Ну, только если. Ну, вряд ли. Обухом ножа, да. Консервной банкой нет, камнем. Возможно, но там прямоугольный предмет. Нет. Кулаком точно нет. Обух топора. Обух прямоугольный? Прямоугольный. Еще раз. Удавка нет, нож нет, кулак нет, камень. Можно постараться, но прямоугольный камень еще поищи. Консервной банкой. Она в СССР не было прямоугольных консервных банок. Обух топора. Попали. Хорошо. Верно. Судя по размеру, это маленький топор, как бывает у туристов. Принята версия. Авдеев был убит. Вероятно, Авдеев был убит ударом обуха топора в висок. Тоже мог его убить. Варианты ответов. Трофимов, Воронцов, Стрелков. Блядь. Любой из них мог его убить. Но раз дрался Трофимов, пусть будет Трофимов. Мог и он из чувства мести выйти из палатки ночью. Но мы этого не знаем. Что ж нам делать? А сам что предложит? Варианты. Найти топор, искать мотив, еще раз допросить, провести дополнительные экспертизы. Дополнительные экспертизы, чем нам сейчас помогут. У нас нихрена нет практически. Еще раз допросить. О чем мы знаем? Кроме того, что мы уже знаем. Искать мотив, найти топор. Топор, орудие преступления. Наверное, неплохо бы его иметь. Но лучше всего мотив. Точно. Они с одного двора пошли туда опергруппу или сам сгоняй. И на работу Ковдееву обязательно. А, у нас остались все варианты. Найти топор. Точно. Как только выяснишь, чей топор без промедления камней на изъятие, а подозреваемого придержи, чтобы владелец не успел топорик выкинуть. Еще раз допросить, то есть у нас варианты все эти остаются. Чтоб мы могли, проверили. Сейчас нужно ногами поработать. Это про экспертизу. Ну, правильно. Еще раз допросить. Верно мыслишь. Нужно еще раз допросить каждого. Вызывай их. А почему еще раз допросить? Какие у нас обстоятельства вскрылись новые? Дышите, ступай. Ступай, блять. Пятачок, ёпты. Я не знаю, как его озвучивать. И озвучивать я не умею, но как-то надо различать. Ладно. Так, дело. Оперативные данные. План следственных действий. Назначить найти, опросить свидетелей. В одном и том же доме, да? Где все трое живут? А не в трое все живут там? Там же чувак этот. Двое из дома, а третий одноклассник как бы. А, Авдеев, Стрелков, Воронцов. Все, я понял, прошу прощения. Трофим уже не с ним. Так, второе. Найти, опросить свидетелей по месту работы убитого. Повторно допросить всех участников. При допросе выяснить, у кого находится топор. И изъять его. Найти, опросить, найти, опросить, допросить. Допустим. Пойдем. Действие мероприятия. Значит, собрать показания. Найти, опросить свидетелей. Нам нужно Гончарова 10. Попросить. А как нам, блядь, на работу-то ему мыкнуть? Что-то я не вижу. Ладно. Так, допросить причастного к делу. Вызываем всех, да? На допрос. Трофимов. Стрелков. Этих троих на допрос вызываем. Еще раз смотрим. Я что-то пропустил. Свидетели. Найти, опросить свидетелей по месту работы. А как у меня не... А, нужно просто было сюда ткнуть, да, блядь? Все, я понял. И тогда добавляется. Хорошо. Сейчас на вопрос свидетелей запустим, а то забуду. Блядь, ни сюда. Собрать показания. Собрать показания. Найти, опросить свидетелей на автозаводе. Подписать. Вроде все. Проверяем. Дело. Оперативные данные. План действий. Свидетели, где эти трое чуваков живут. Свидетели по убитому с работы. Повторный допрос. И выяснить, где находится топор. Это уже прямо сейчас. Так, опросы. Результаты опроса. Вы знаете, по квартирному обходу по улице Гончарова установлено следующее. Вера Куликова, проживающая в квартире 2, сообщила, что Авдеев Гавриил часто выпивал во дворе с друзьями и вел антисоциальный образ жизни. По-моему, писали асоциальный, но все возможно. Друзья Авдеева, Пономорев Юрий Кириллович, проживающий в том же доме, и Лыткин, проживающий по улице Гончарова, дом 7, видимо, со двора, сказали следующее. Авдеев часто выпивал с ними, вел разгульный образ жизни, часто менял женщин, но семью создавать не собирался, что многих обманывало. Из-за этого у Авдеева часто случались драки с неизвестными мужчинами. То есть бабник и за это получал. Алкаш и бабник день чудесный. Асоциальный, это было понятно из досьи. Местные алкаши, видать. Ну, допустим. Интересный штрих к портрету. Хорошо. Так. Опрос по автозаводу. В результате опроса бригады, в которой работал Авдеев. Но он же работал. Асоциальный образ. Ну, подбухивал и по бабам гулял. Но все равно же работал. Сильверстов показал, что был близким другом убитого. И с его слов Сильверстову известно, что Авдеев в тайне от других имел роман с бывшей женой, одного из участников похода, Воронцова Виталия Сергеевича. Воронцов работает слесарем-сборщиком на Горьковском автозаводе. Вот и мотив. Добро пожаловать. Значит, Воронцов, который, по-моему, остался на улице, ночевать с Авдеевым. Трофимов ушел в палатку. Воронцов, по-моему, тоже ушел в палатку. Воронцов, по-моему, тоже ушел в палатку. Ответ, я спал, ничего не слышал. Логичный ответ. Вопрос. Опишите подробнее, о чем вы разговаривали с Авдеевым. Ответ. Говорили в основном про работу и общих знакомых. Вопрос. Вы просыпались ночью? Ответ. Просыпался, но ничего подозрительного не видел. Вопрос. В момент драки у Трофимова в руках было какое-то оружие или предмет его заменяющий? Ответ. Не видел никаких предметов. Вопрос. Кому принадлежит туристический топорик? Ответ. Это мой топорик и мог пользоваться кто угодно. Можно получать санкцию на обыск. А пока придержать в отделении как свидетеля для выяснения. Травмам после драки. Обычные темы. Хорошо. Допрос Трофимова. Вопрос. Вы выходили ночью из палатки? Ответ. Нет, не выходил до утра. Может, правда, может, нет. Трофимов спал в палатке. Да? Да. А Воронцов был на улице. Вопрос. Вы слышали ночью какие-то звуки? Ответ. Нет. Я был сильно пьян, не просыпался ночью. Вопрос. Вы наносили удар Авдееву в висок? Ответ. Нет. Только по лицу и сбоку в челюсть. Противоречит показаниям Воронцова. А это тогда Воронцов же сказал, что он по виску бил. Трофимов. Вопрос. Какие отношения были между Авдеевым и Стрелковым? Ответ. Авдеев был другом Стрелкова, а не с одного двора. Ну да. Это было. Вопрос. Какие отношения были между Авдеевым и Воронцовым? Ответ. Я не был с ними хорошо знаком и не знаю о взаимоотношениях. Вопрос. Момент драки. У вас было какое-либо оружие или предмет его заменяющий? Ответ. Нет. Мудрались на кулаках. Не противоречит другим показаниям. Вопрос. Кому принадлежит туристический топорик? Ответ. Он не мой. Видел, как им пользовался и Авдеев, и Воронцов. Ну мы уже знаем, что топорик Воронцова. Допрос Стрелкова. Последний допрос. Вопрос. Вы выходили ночью из палатки? Вы выходили ночью из палатки? Ответ. Ночью я пару раз выходил в туалет. Авдеев и Воронцов лежали у костра, я к ним не подходил. Вопрос. Трофимов выходил ночью из палатки? Ответ. Я этого не видел. То есть мог выйти, а мог и нет. Да и сам он выходил два раза, например. Вопрос. Ночью вы что-то слышали? Ответ. Только птица разговора Авдеева и Воронцова. Я довольно быстро уснул. Вопрос. Расскажите подробнее про Авдеева. Раньше вы говорили, что он сложный человек. В чем это выражалось? Ответ. Он любил куражиться, мог оскорбить незнакомого человека на улице, приставал к девушкам. Его часто за это били. Интересный персонаж. Вопрос. В момент драки у Трофимова в руках было какое-то оружие? Ответ. Он хватался руками за Авдеева и за меня, пока мы его оттаскивали. В руках у него ничего не было. И тут не сходится с версией убийства в драке. Но это уже очевидно. Вопрос. Кому принадлежит туристический топорик? Ответ. Воронцову. Он берет его на каждый поход. Можно получать станцию на обувь. А если Воронцов, блядь, выкинул этот топорик в реку, дальше куда копать? Интересно. Ну, допустим. Так. Еще раз проверяем оперативные данные. План следственных действий. Опросил свидетелей. Опросил свидетелей. Повторно опросил. Выяснить, у кого находится топор. И изъять его. А я сам могу отправить. Организовать оперативно. Обыск. Розыск. Нет, не вижу. В экспертизах нет. Собрать показания. Допросить только здесь. Блядь. Промахиваю. Провести обыск. Обыск на... На Воронцово уже, да? На Воронцово. Трофимов у нас дрался. Необходимо указать место. Блядь. А где он живет? Гончарова 10. А нужен точный адрес. Это в досье. Блядь. Нету в досье. А, справка. Вот. А вот и адреса добавляют. Вау. Трофимов. На всякий случай ткнул тоже. То есть у нас добавил. Гончарова 10.19. Ну, в принципе, этого хватит. Че я буду остальные ткать? Действие мероприятия. Собрать. Блядь. Не собрать показания. Провести обыск. Обыск. Гончарова 10.19. Подписать. Для обыска необходима санкция прокурора. Ну, иди твою мать. У нас тут законность, понимаешь, нарисовалась. Идем к начальству за санкции. И Волгин видит, что вы торопитесь и даже не предлагает пройти. Выяснил про топор. Он принадлежит Воронцову. Держи санкцию и пиши постановление на обыск. Если найдете топор, разрешаю сразу задерживать подозреваемого. Как будет понятно с мотивом, допросим его еще раз. Должен признаться, если это он. Я выезжаю. Давай. Принял. Ну, в общем, все у нас уже как бы дело-то кейс. Все понятно. Что нам, куда нам нужно провести обыск. На Гончарова 10.19. Если человек такой идиот, что орудие убийства привез Севин домой, то, собственно, как бы молодец. При этом хорошая бы версия была, на самом деле. Вот сейчас, если хорошо подумать, да, в этой истории. Единственный нормальный вариант, если человек привозит орудие убийства домой. То есть, вот предположим. Хорошо, предположим. Сейчас отключемся на секунду. Мысленный эксперимент. Понятно, что нас уже все, видимо, подводит к тому, что это он. Потому что чувак за его, видимо, женой ухлестывал. Там развелся он. А этот там бабник. Ну, все уже к этому подводит. И топорик у него, и так далее. Но вообще-то. Если ты, например, оставшиеся товарищи знают, что вот топорик твой. Если ты сам взял топорик, грохнул человека, да, и потом с топориком уехал домой. Зачем? Ты же выкинь его, и все, как бы. И дальше там отмазывайся. А вот если ты хочешь подставить другого, то тогда ты убьешь человека топориком и подложишь этот топорик на место. И тогда, как бы, чувак, не зная, что это орудие убийства, отвезет его к себе домой. А это в таких уголовных делах-то очень важно. Это орудие убийства, правильно? Поэтому, почему-то все равно может быть просто сложная, слишком сложная шутка для 24-летних пацанов-сварщиков там с Горьковского автозавода. Это единственное объяснение. Так, что, дело. Протоколы по делу. Протокол изъятия. Следователям в присутствии понятых из личного рюкзака было произведено изъятие топора туристического с обрезиненной ручкой. Ширина лезвия 8 см, ширина обуха 2 см, высота обуха 6 см. Полностью соответствует характеру повреждений черепа. Сразу все замерили, чтобы лишних не писать. Ну и что теперь? Допрос еще один, по идее, должен быть. Сразу его... Он же здесь сидит, он же задержанный. Допросить причастного к делу. Я все время забываю его фамилию. Воронцов же, да? Так. У нас добавилось протокол по делу. Признание Воронцова. Я, Воронцов Федорис Сергеевич, признаюсь в убийстве Авдеева Гавриила Валентиновича. Я давно подозревал, что жена ушла от меня из-за него. Оставшись в ночь 7-8 августа вдвоем и сильно выпив, я снова поднял эту тему. Авдеев признался в том, что он был любовником моей жены, что она ушла от меня к нему. Но потом они расстались. Я сильно разозлился, когда Авдеев лег спать, ударил его в висок обухом топора. Сознался. Мотив ревность. Зачем к такому уходить? Большие вопросы. Все сошлось. Ну вот, как я сказал, не все сошлось. Но бритва окома здесь, конечно, работает. Закончить дело. Ваши достижения 8 из 8. Открыт документ 28 из 8. Итогой счет 100%. Знать правду. В основу истории не легли материалы конкретного дела. Это среднестатистическое убийство. Примерно в 60% случаев умышленные убийства и покушения на убийство совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Каждое восьмое убийство совершается из-за ревности. Летальность при тяжелых ЧМТ порядка 70%. Это в два раза опаснее на живого, смертельность которого составляет 29% в живот и 40% в грудь. Не надо бить по виску и проламывать. Поздравляю, вы справились с своим первым делом. Дальше подсказок не будет. А были подсказки? От кого они исходили? Ну, в общем, не важно. То есть я прошел обучение, и я закрыл первый день. Осталось два дела. На сегодня все. Игрушка мне, блин, понравилась. Я, конечно, буду проходить дальше. Но не сегодня уже. Прикольно сделано. Надо вообще, наверное, поискать. Я планирую поискать какие-то текстовые игры. Проходить. Потому что, в принципе, лично мне нормально так формат заходит. Потому что я здесь и читаю, хотя думать нужно сильно много. Вот это единственный как бы минус. Блин, под вечер, конечно, хочется что-то там побегать, попрыгать. Но в целом все равно как бы годно. Если что, я, наверное, оставлю ссылку. Вот есть смысл ссылку оставлять на игру, если вот она пройдена. На всякий случай оставлю. Вдруг захочешь как бы сам поиграть, а скипнул все прохождение, да? Вот. Короче, такая игрушка. Ну и все. Пока-пока.